Всех приветствую на нашем канале. С вами Олеся Архибис. И сегодня у нас экскурсия по офису ВДВ. Это офис находится в Киеве на Ломоносово, 21-14. Он для оптовых покупателей, у которых свои предприятия есть. Ну и давайте мы немножко пройдемся, посмотрим красоту. Здесь много готовых работ, а также вообще заглянем, скажем так, изнутри посмотрим, как процесс у них происходит в продаже для оптовиков. Ну, мы, конечно, сам процесс не будем смотреть, но немножко посмотрим, подсмотрим. Вот такая вот красота. Под этим видео, конечно же, будет ссылочка на нашу группу, на наши все контакты в фейсбуке, и вы сможете при желании оформить заказ, любую из этих схем заказать, возможно, набор, у кого как желание будет. Так, сейчас я постараюсь по возможности везде все пройтись, посмотреть, вам показать. Я думаю, что вам это очень даже интересно будет. Кое-что мы с вами видели на выставке, ну, а кое-что не видели. Так, вот здесь тоже много готовых работ, вот там вот подвал-спуск к бисеру, не знаю, пустят меня туда поснимать или нет, но, конечно, готовые работы, я думаю, что очень интересно посмотреть, ну, во всяком случае, разрешили именно готовые работы посмотреть. Насколько я знаю, в розницу они не продают здесь, то здесь только для оптовиков. Ну, а розница, это уже на сайте вы можете смотреть, у них там цены относительно бисера, я имею ввиду, ну, и схем, да. Так, попробую сейчас спуститься немного в подземелье там, чтобы вам здесь показать картины. Жаль, не взяла селфи-палку, чтобы повыше туда дотянуться с палкой. Ой! В общем-то, я и не планировала, честно говоря, снимать видео, но так получилось. Что прихватила с собой телефон для съемок, думаю, надо воспользоваться, наверное, той же ситуацией, поснимать. Ну, а вы пишите, кому интересно, чтобы я еще раз поснимала, может быть, какие-то акценты на что-то сделала. Так, это у нас подушечки. Вы спускаетесь вниз, да? Вот тут еще подушечки, видите, это наборы у них там есть, наборы и есть просто заготовки. Тут и под бисер, и под ниточки. Сейчас попробую опять спуститься в подземелье. Вот какая красота. Что-то, кстати, у них из подушек уже снято с производства. А что, не помню. Во, какие коты классные. Рядом с персиками. Так, спускаюсь я в углу подземелья, и вы вместе со мною. А вот это уже склад по бисеру. Вот так вот расформирован бисер. Тут по размерам, по цветам. Такая вот красота. Давайте туда. Ну, в общем-то, ящики, ящики. Я по ним проходиться не буду. Пока мне там собирают бисер, который мне нужен. Я, в общем-то, за бусинами приехала. Помните, я говорила, бусины, бусины. А вот, ну, так получилось, что мне еще немного и бисера понадобилось. Так, здесь вот, видите, ящики с бисером. И давайте сюда посмотрим. Ага, здесь тоже у нас бисер. Бисер, бисер, бисер. Давайте заговорим. Ох, пусто. Фетр, сейчас посмотрим фетр. Вот, видите. Давайте здесь посмотрим. Ну, в общем, где-то так. Так, дальше. О, бусины, миксы. Кстати, о птичках. Может, кто-то хотел миксы приобрести. Вот вам, пожалуйста, вживую. Что такое миксы? Это пресеозовские миксы. Ну, что ж, пишите, кому хочется еще, чтобы я приехала, поснимала. Может, именно на чем-то сделать акцент. Да, что-то хотели бы рассмотреть, посмотреть поближе. Поэтому пишите. Я сейчас еще поднимусь вверх. Там тоже бусины есть. Там еще что-то там есть у них. Сверху. Так. О! А, это мне, смотрю, 93-310. Сказали, нет в наличии. Смотрю, он матовый. Да, матовый мне не нужен. Ну, и давайте тут тоже вон бисер-бисер. Так. А здесь вот ниточки. Там что-то какая-то потаемная комната. Ниточки. Это DMC, я так понимаю. Так. Это... Ну, это бусины, видите, разных там размеров, разных конфигураций всякие, я так понимаю. О! Акция 16.50. Представляете? Класс. Красота. Что за акция? Ну, это так мелкий бисер, я смотрю. Так. Ну, насчет акции не ко мне сразу говорю. Не пишите мне относительно акции. И я не в курсе. Так. А что-то без этикеток странно. Ага. Наверное, поэтому и в акции. Смотрите. Видите, еще яблонекс, видите, написано. Еще то старое название. Наверное, поэтому и в акции. Так. Дальше. Тут я смотрю. Миксы. Да, яблонекс. Это, наверное, поэтому она у них и в акции. Вот. Ну и фетр. Фетр продается упаковками. Вот так вот. Давайте пощупать тут предлагаю. Потрогать, пощупать. Фетром я не занимаюсь. Хотя, в общем-то, может и надо было бы приобретать. Где-то там для деревянных заготовок, да. Комплектовать. Да. Кстати, надо бы подумать тоже об этом. Так. Что тут за малинэ? Что это за ниточки? Не знаю, ребят, что за ниточки. Ну, наверное, вы знаете, те, кто занимается ниточками. Наверное, вы знаете, что за ниточки. Ладно, пошли подниматься вверх. А, вот еще что здесь. Ткань. Ткань лен. Лен. Ну, всякое разное, видите. И канва. Вот здесь. Так, не помню, слоников этих я вам засняла или нет. Ну, давайте здесь пробежимся еще посмотрим. Так. И вот еще сколько много-много красоты. Калина прямо как живая, как настоящая. Ну, я думаю, многие уже эти панельки видели. Наташа, а вот по новинкам у вас здесь где-то есть отшитые работы? Какие? Ну, более новые, более свежие. Ну, мышка вижу. Тут оленей. Где оленей? Вот. А, сейчас подойду. Вот, взяли. От колокольчики. Ну, хорошо. А то, что вы готовите, вы едете на выставку или нет? Ну, вот, когда? У нас. Весной. В Киеве. Да, будем. Потому что мы сейчас я не в Керне, так я и спрашиваю, куда. Вы еще и в Керне едете? Мы за границей едем. Да вы что? Да. Ну, хорошо. А вы готовите какие-то отшитые работы, новые, я имею ввиду? В смысле, за границу или сюда? Да и сюда вообще, что-то из свеженького. Девочки приходят, девочки новые работы забирают. Вот так, да. Готовят, отбирают. Так, Мажем не вся. Мажем не новым. Вот уже склад целый. То есть здесь не все готовые работы, да? Не все, не все. Так, тут ниточки, ниточки, ниточки. Вот еще ниточки. Это швейные ниточки, да, я так понимаю? Да, для машинной вышивки. Для машинной вышивки. И там готовые работы, на щенки классные. Так. Ну, это подушки. Это фетр, да? Или что? А, это машинная вышивка, да? Или что это такое? Сова. Сова, гладь. Все, да, вижу поближе, это гладь. Не видела издалека. А я смотрю, тут всякие такие штучки, дрючки для бижутерии. Это чье производство? У нас остатки. Все понятно, про остатки мы не говорим. А это уже тоже осталось. Ясно. Ну, давайте я тогда поближе покажу. Может, у кого-то будет желание остатки забрать. Если что, заходите на сайт ВДВ. Правильно? Да. А скидки есть по этим остаткам? А, там стоит 5-10 гривен. А, ерунду стоит, да? Да. Ерунду. О, какая красота орхидея. А вот это вот, как это называется, вязки, да? Или как это? Вязки. Это все чешский бисер, но в другой упаковке, вязки. Ну, оптом здесь можно, по-моему, 4 вязочки, да, взять, вы говорите, по опту. О, какая сумочка прикольненькая. А что, у вас и багет продается? Мы не продаем, мы рекламируем. Мы заказываем. А, так вам. Так. Ну, тут у нас камеры наблюдения. Ходят, проверяют. Вот, давайте. Шевченко, кстати, там полная зашивка, лицо зашивается. Ух ты, какие розы. А я что-то такие эти розы не видела. Прям так лепестки красиво выделенные. Да, есть. А давно эти розы? Я что-то не помню. Ну, как давно? Ну, из новых. Из новых, да? Вот, вы знаете, классно проработанные схемы у вас. Хорошо, что отшиваете. Можно увидеть, да, готовый результат. Но проблема читаемости. Читаемость. Читаемые тяжело? Ну, тяжело читаются схемы. Вот эти близкие цвета между собой. Если бы какие-то обозначения ставили, было бы вообще чудесно. Котики классные. Так, Наталья, ну, давайте я вас подвину. Там олени новые, надо посмотреть обязательно. Колокольчики вообще классные, классные. Так, вот у нас орхидея. Часы вам тоже много. Часы, сейчас дойду до часов обязательно. Эти миксы уже видели. Саву тоже видели. Вот эту мадам тоже видели. Вот, маки, конечно, шикарные. Маки, это еще и старых у вас разработок. Но они, по-моему, не оставляют равнодушных никого. А вот это олени из новых. Они уже на сайте выставлены или еще нет? Да, они есть. Прямо все так натурально хорошо. Вот, вот даже вот эти львы взять. Вот бежевые, они сливаются. Ну, так тяжеловато их прочитать. А вот часики. Часики, это я помню, уже давнишние наборчики, да? Красивые очень. И они вообще сравнительно недорогие, эти наборы. Наборами идут. Там все в комплекте идет. Механизм, механизм, кстати, хорошего качества. Уже знаю, девчонки с нашей группы приобретали. И довольные были. Ну, а это пайетки. А пайетки это чьи? Таиланд. Таиланд. Ну, пайетки. Так пайетки пошли дальше. Ага. А это вот разные бусины. Два всякие. Как интересно. Это че у нас? 90-702. Интересно, милованный. Какой прозрачный милованный. Ну, это все крупный. Тут какой, наверное, где-то шестой размер, да? Что-то такое. В общем, разных видов бусины. Ух ты, какие красивые пайетки в виде колокольчиков. И вот иконы посмотрим. Вот эта пара, конечно, вообще шикарно смотрится. Иисус, и неувидаемый цвет. Я же правильно понимаю? Красота какая. Так. Белочка. Ой. Вот развязывающие узлы. Ну и фонарики. А к этим фонарикам, по-моему, еще есть третий, кажется, фонарик, да? Какой-то такой бирюзовый. Что-то там такое вот. А то рядышком бирюзовый, то другой есть. У нас есть еще самый хороший. Где? Ой. Ну, ты видишь, где? Ну, вот я помню, что-то там еще было. А, вот. Ага, да, вот из этой серии, да. Да, помнишь, третий еще. Так, ребятки. Ну, в общем, прошлись мы по складу ВДВ. Но это один из складов. Есть еще покрупнее склад. Вот. Вот, пишите свое мнение, свои впечатления. Ставим лайк, подписываемся на канал, жмем на колокольчик. С вами была Олеся. Пока-пока. Ой, собралась уходить. А вспомнила у меня, что тут еще пакет бисера лежит. Так, ну, что тут? 93,310. А это не матовый, сейчас вы мне его положили? Это матовый. Да, я матовый не заказывала. Ну, ладно, пусть будет. Ничего страшного, пригодится. Так, дальше. Матовый 10,020. Что тут у нас еще? 17,070. Ну, это стекло с серебряной серединкой. Дальше. 0,3441. Я без него вообще как без рук. Он у меня должен быть обязательно. Я его вообще беру по полкилограмма. Ну, тут будет поменьше упаковочки. Так, дальше. 90,070. Стекло. Красный. Ходовой. Ходовущий. Это у нас люк. 490,95. Вот такой вот он. Парочку упаковочек я его взяла. Что тут у нас еще? 80,80,30. Красивый жемчуг желтый. Очень красивый. Очень красивый. 50,060. Ну, это стекло. Обычное, ходовущее стекло. Вот так показала, показала. Ага, 19,02. Это сегодня девочка из России у меня заказала. Говорит, не может его нигде там приобрести. Так, что завтра буду отправлять печенок тут. 67,100. Синенький, темно-синий, с серебряной серединкой. Он тоже очень востребованный, этот номер. Это вроде и есть. А я смотрю. Так, матовый 20,060. Это такой лиловый, да, видите, темно-лиловый. Сиреневый. Ой, стукнула. 97,120, матовый, темно-красный. А я смотрю, 47,112, нет, 15, нету, да, наверное. Я вам его говорила, 47,115. Ну, а у кого есть желание приобрести бисер, и этот, и другой, заходите к нам на сайт. Я, конечно, ссылочку оставлю на все контакты и сайт, и группу нашу. Вот, заходите и приобретайте, делайте заказ. Спасибо. 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 Спасибо.